Екатеринбург почти готов к проведению чемпионата мира по футболу. К сдаче готовится уже второй стадион на Калининце, где спортсмены будут тренироваться перед матчем. Согласно требованиям FIFA, на базе предусмотрены две раздевалки, медкабинет, конференц-зал для прессы и особая система доступа на объект. Юлия Анашкина прошла ее в компании первых лиц города. Пока здесь бетонируем площадку под трибуны, достаточно большая, здесь порядка двух с половиной тысяч трибун может вместиться. Там, где через год будут гонять мяч футболисты мировой величины, пока бегают строители. Спорткомплекс Калининец обновляется не по дням, а по часам. Работы идут с опережением. Сделано очень много уже. Вы видите, что построен практически стадион, построено футбольное поле. В конце июня уже будет засеяна трава. Мы будем ждать уже в конце июля. Наверное, в конце июля мы уже скосим первую траву. Калининец станет одной из тренировочных площадок для сборных, которые приедут в Екатеринбург на чемпионат мира по футболу. Поэтому реконструируют его по строгим правилам FIFA. Помимо большого стадиона здесь возвели новые мачты освещения и с нуля построили бытовой комплекс. Для футболистов в комплексе созданы все условия. Здесь есть две раздевалки с душевыми, медицинский кабинет и массажные столы. Все помещения будут оснащены самым современным оборудованием. Скоро тут проложат системы вентиляции и охраны, отвечающие за комфорт и безопасность звезд футбола. Но самое большое помещение в комплексе – пресс-центр с сотней мест для журналистов. Концом этого года будут завершены все работы. И в следующем году, может быть, какие-то небольшие нюансы нужно будет доделывать. Но концом года объект будет полностью завершен и передан эксплуатирующей организации. Всего в Екатеринбурге подготовят три площадки для разминок спортсменов. Комплекс «Урал» на Камбузовской строится. А поле стадиона «Урал-Маш» уже утаптывают местные спортсмены. Все это наследство после Мундиали достанется городу. Здесь будут тренироваться воспитанники детско-юношеских школ. Все площадки, которые запланированы в рамках чемпионата мира по футболу, у них будет наследие, которое останется в городе Екатеринбурге. Они все будут использоваться как социальные объекты в первую очередь. Все будут предоставляться детско-юношеским спортивным школам в пределах до 7 часов вечера. После чего учреждения смогут оказывать платные услуги, на которых будет заниматься уже взрослое население. А вот центральный стадион, который примет матчи финальной части чемпионата, в будущем превратится в многофункциональный комплекс с родни московским лужникам. На нем планируется проводить не только спортивные состязания, но и концерты с выставками. Юлия Анашкина, Евгений Дробышевский. Главные новости Екатеринбурга.